Пациентка обратилась в Росздравнадзор в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ВОО «Наша клиника», в результате чего и причинен тяжкий вред здоровью. Была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения лицензионных требований при ушлении медицинской деятельности и установлены следующие грубые нарушения. У руководителя медицинской организации стаж работы по специальности Организация здравоохранения при наличии высшего медицинского образования составил менее 5 лет. Не соблюдается порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии, утвержденный приказом Нездрава России 572Н в части стандарта оснащения. Искусственное прерывание беременности пациенткам с гинекологической патологией проведено не в условиях стационара, а в амбулаторных условиях. При первичном обращении пациентки для искусственного прерывания беременности по желанию беременная не была направлена в кабинет медико-сальной помощи. Не определены группы крови А, Б, 0 и резут принадлежность пациентке. Введение первичной медицинской документации не соответствует установленным требованиям. Врачебная комиссия провела экспертизу качество оказания медицинской помощи пациентке, но дефектов оказания медицинской помощи, несмотря на причинение тяжкого вреда здоровью пациентке согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, не выявила. Внутренний контроль качества безопасности медицинской деятельности проводится некачественно, формально. Искусственное прерывание беременности пациентки при сроке беременности 5 недель проведено в день обращения в медорганизацию, то есть ранее 48 часов с момента обращения для этих целей. Кроме того, по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено пациентке причинение тяжкого вреда здоровья. Был составлен протокол об административном правонарушении в виде грубого нарушения лицензионных требований. Розырхнадзор обратился в суд о привлечении ООО «Наша клиника» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КОАПа России. Несмотря на причинение тяжкого вреда здоровью пациентке, суд первой инстанции назначил административное наказание в виде предупреждения, мотивируя тем, что медорганизация относится к микропредприятиям и административное правонарушение совершено впервые. Розырхнадзор поддал апелляционную жалобу, указав, что в медорганизации были допущены грубые нарушения лицензионных требований, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью пациентке. Поэтому медорганизация подлежит административной ответственности в виде штрафа, а не предупреждения. Поскольку доказательств того, что медорганизацией были приняты все, зависящие от нее меры, направленные на соблюдение норм действующего законодательства в материалах дела, не имеется, то правых оснований для замены штрафа на предупреждение у суда первой инстанции не было. Поэтому решение суда первой инстанции, арбитражный апелляционный суд, изменил. И с учетом того, что административное правонарушение совершено впервые, назначил административное наказание в виде штрафа, но в минимальном размере – 100 тысяч рублей. Медорганизация поддала косонную жалобу на постановление арбитражного апелляционного суда по его отмене. Но арбитражная сутка сонной инстанции отказал в ее удовлетворении. Какие выводы? При констатации факта грубых нарушений лицензионных требований, да еще при тяжком вреде здоровью пациента, медицинской организации на административное наказание только в виде предупреждения не стоит. Пример был приведен. Редактор субтитров А.Семкин